Аммонимы слова одинаковые по звучанию, но совершенно разные по лексическому значению. Например, слово «лук» может обозначать свежий лук, зелень, приправу, а может обозначать метательное оружие, средневековый лук. Или глагол «мешать» может обозначать «перемешивать», «мешать суп», либо он имеет значение «быть помехой», «мешать во время урока». Будьте внимательны, аммонимы – это совершенно разные слова, и именно поэтому их значение в толковых словарях дается в различных статьях. Перед вами фотография статьи из толкового словаря Ушакова. В этой статье объясняется значение слова «коса». Посмотрите, здесь даются четыре различных статьи. Они пронумерованы. «Коса» как вид прически, «коса» как сельскохозяйственное орудие, «коса» как длинная узкая отмель и «коса» как узкая полоса леса. Аммонимы – это разные слова, поэтому их значение дается в разных статьях толковых словарей. Следующая наша тема – это способы образования слов. Выделяют четыре основных способа – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный и сложение. При приставочном способе новое слово образуется с помощью прибавления приставки к исходному. Например, глагол «прочитать» образовался от глагола «читать» с помощью приставки «про». Прилагательное «лесной» образовалось от существительного «лес» с помощью суффикса «н». При приставочно-суффиксальном способе происходит одновременное прибавление приставки и суффикса. Так, слово «прибрежный» образовалось от слова «берег» с помощью одновременного присоединения приставки «при» и суффикса «н». Нет такого слова однокоренного, в котором была бы только приставка или только был бы суффикс. Слово «снегоход» образовалось способом сложения от основ «снег» и «ход». Основы в данных словах совпадают с корнями. Следующая наша тема – это правописание «тся» и «тся» в глаголах. Когда же у нас пишется мягкий знак, а когда он отсутствует? Проверим. «Мне нравится кружок русского языка». Задаем вопрос к данному глаголу. «Кружок русского языка что делает?» Мягкий знак отсутствует. «Нравится». Значит, и в глаголе он тоже отсутствует. «Мне нравится заниматься русским языком». В данном предложении глаголу «нравится» вопрос «что делать?» не задать. Поэтому здесь мягкий знак отсутствует. А вот к глаголу «заниматься» можно поставить вопрос «нравится что делать?» «Заниматься». В вопросе есть мягкий знак, значит, и в глаголе тоже есть мягкий знак. «Заниматься». Сделаем вывод. Если глаголу можно задать вопрос «что делать?», что сделать?», и в глаголе «вопросе есть мягкий знак», значит, и в глаголе есть мягкий знак. Если глаголу нельзя задать вопрос «что делать?», что сделать?», а можно задать вопрос «только что делает?», значит, в глаголе отсутствует мягкий знак. И последняя наша тема – это обстоятельства. Вспомним, что обстоятельства – это второстепенный член предложения, который обозначает признак действия или другого признака. Отвечает на вопросы «к», «где», «когда», «куда», «как долго», «откуда», «насколько». Посмотрим на предложение. С ветки на ветку ловко перескочила шустрая белка. В этом предложении можем выделить несколько обстоятельств. Перескочила «откуда» – с ветки. Обстоятельства, а мы его подчеркиваем пунктиром с точкой, выражены существительным с предлогом. Перескочила «куда» – на ветку. Еще одно обстоятельство, выраженное существительным с предлогом. Перескочила «как» – ловко. Обстоятельства выражены на речи. Перескочила «как» – ловко. Реканариум Yeмпляя регулируется на ветки. Теперь при farm 이것 überhaupt должен быть один и один бpin один уже илиux, что не каждый cares – Yellow – Nationalicer. Перескала ел! Перескочила «как»! Перескочила «как»!